Психолог Гигиены, санитарии, вообще состояние здоровья детей в стенах школы. Так как я училась еще в советские времена, хочу сказать, что у нас была школа гигиенистов, которая, ну, сколько лет практически СССР, столько и школе было гигиенистов. Больше 50 лет. И каждый норматив, который ранее считался драконовский, говорили, вот они придут, там будут требовать, и факты, чтобы были, и расписание уроков, и температура в классе. Каждый параметр гигиены, процесса образования, он строился путем длительного, лонгитюдного, как сейчас это модно говорить, наблюдения. Если здоровье детей в таких условиях школьных не ухудшалось, дети были здоровы, значит, избыточные нормативы и требования не применялись. И, кстати, наша вот любимая парта Эрисмана, кто ее еще помнит, с наклоном поверхности для ухудшения зрительного эффекта наблюдения, вот это все кануло в лету. И с чем я столкнулась, я выступала тоже на Всероссийской родительской конференции родительского сопротивления в 11-м месяце, в ноябре, как раз тогда, когда новые санитарные правила цифровизаторов бурно обсуждались. Я не скажу, что они бурно обсуждались, потому что они, как любой документ о цифровизации, о безопасности детей, были скрыты за семью печатями. И обсуждались ровно три недели эти санитарные правила. Ну это смешно, потому что эти санитарные правила пришли взамен. Я специально взяла книгу Игоря Шнуренко, 500-страничную. Вот было отменено 17 документов, 2500 страниц, это практически пять таких книг, которые касались безопасности наших детей. Гигиена и санитарии, расписание, нормирование, в том числе и состояние здоровья детей при каждом процессе. И физкультура, и мастерские, все абсолютно было расписано. И отдых в лагере, и в дошкольном учреждении нахождение. Все эти нормативные документы были упразднены, взамен пришел 90-страничный САМПИН, в котором отменили даже нормы естественного освещения. То есть, если раньше школу четко строили с ориентацией по сторонам света, чтобы наши дети имели четко ориентацию левостороннюю и освещенность западную и юго-западную, максимальную световую, то сейчас этого нет в санитарных нормах. И самое для меня ужасное показалось, кстати, они внесли изменения, помогла ли моя критика, или все-таки родительское сообщество вмешалось. В том САМПИНе, который хотели нам все вменить, не было требований даже по школьной мебели, по ростовке и размерам, появилось новое совершенно трансформируемое пространство. Когда я читала этот первый САМПИН на общественном обсуждении, который выносился, там говорилось, что учебное пространство может быть организовано где угодно, а школьное здание может сдаваться в аренду юридическим лицам, которые не будут мешать учебному процессу. Если честно, у меня даже волосы зашевелились, потому что если вот третью страничку, четвертую презентации вы прокрутите, вот эти данные Росстата. Кстати, очень интересные, я проанализировала сама и вывела эти проценты, они в открытом доступе находятся, и вы можете посмотреть, какая заболеваемость у наших детей, прирост. То есть наши нормативы разрешают в школе все, неизвестно вообще на каких принципах было основано время пребывания, у всех электронных гаджетов, потому что прирост новообразования у детей 103%. То есть за время наблюдения, чуть, 19 лет, выросли практически все заболевания. Вместо того, чтобы применить, я бы сказала, очередные драконовские нормативы, повысить даже то, что было, улучшить здоровье детей, наших детей отпустили, собственно говоря, в свободное плавание, не нормируя ничего. Я уже не говорю, что начальная школа сильно пострадает, особенно первоклассники, у которых достаточно четкие были требования к расписанию и дополнительным каникулам. Абсолютно все это было убрано. И что мы получили сейчас? Я буду перескакивать, потому что многие вопросы хотелось бы конкретно донести, какие у нас сейчас в московских школах возникли проблемы. Вы видите трансляцию на интерактивной, так называемой, она не интерактивная, на панели информации. Вот такая панель сейчас нормируется в новых санитарных правилах. Но хитрость в том, что Москва пошла еще дальше. Вы здесь видите плохое освещение, потому что нужно затенение. И решили сделать поудобнее для школ, но похуже для детей. Вместо пластиковой поверхности для трансляции какого-то слайда-картинки, московские школы пошли еще дальше. Во-первых, повсеместный Wi-Fi и компьютерный моноблок. Толстенная панель в виде телевизора с диагональю 1,65 м. И рядом с ней еще и точка раздачи Wi-Fi на 100 пользователей. Это в каждом классе. Даже в классе, где у нас малыши, где первые классы. Я не удивлюсь, что и в дошкольных учреждениях подобные устройства. То есть фактически моноблок компьютера, который нормировался как 3.3 класс опасности по электромагнитным излучениям, на сегодняшний день висит в классе у детей любого возраста. Как он эксплуатируется, какие технические требования к его учреждениям, к сожалению, нам остается только догадываться. Потому что вот моя практика работы с родителями Москвы, нам не удалось получить ни одного исследования, замера, которые, кстати, школа по закону, по тому же САНПИНу и по закону безопасности обязана была проводить. То есть мы имеем неисследованную среду, инновационную, в которую помещаются дети в течение 6-8 часов нахождения в школе. К этому нужно добавить полное отсутствие любых запретов ношения с собой мобильных телефонов. Соответственно, 30 детей в классе, плюс точка раздачи Wi-Fi, плюс компьютер педагога и телефон. Мы имеем потенцирование. То есть тот уровень электромагнитного излучения, который присутствует сейчас, никем не был замерен и к тому же потенцирован. И к нему никто не предъявляет никаких требований. У нас все хорошо. При том, при всем, что мы видим вот еще до начала внедрения этой цифровой среды, какие цифры роста всех заболеваний. Наши дети выходят из школы практически инвалидами. И что мне еще хотелось сказать. Вторая часть этой большой проблемы цифровизации – отсутствие в нашей медицине обязательной медицинской помощи по ОМС при возникновении каких-то психологических отклонений. Я была на круглом столе с Манфеттом Шпицером, который тоже констатировал проблемы в Германии. Ну так в Германии по бесплатной помощи медицинской дети могут попасть к специалисту. У нас этих специалистов нет, и попасть к нормальному специалисту мы не можем. И вот те цифры, которые приводили предыдущие выступающие о огромном количестве интернет-зависимых, при отсутствии нормальной психологической помощи, бесплатной, в нашей стране порождают еще большую проблему, помимо вот тех угроз, которые существуют в школьной среде. Поэтому проблема комплексная, о ней нужно говорить. Законы нарушаются, эти законы есть, которые могут защитить наших детей от избыточного воздействия либо неконтролируемого. И мы как родители, я как специалист, очень хочу и вам помочь, и вас тоже простимулировать делать эти обращения по защите своих прав и прав своих детей. Именно требования к школам о проведении этих обязательных замеров электромагнитных излучений, микроклимата, эти все параметры называются условиями образования. Это неразрывная часть образовательного процесса. Они нормируются, и если ваша школа говорит, что у нас все хорошо, будьте любезны, предъявите протоколы исследований. Они обязаны быть, если их нет, и вас куда-то отправляют. Нужно подключать другие контрольно-надзорные органы. И моя позиция, что победить вот такую систему нужно методичным требованием и получением этого результата. Отказали в одном, но в обеспечении безопасности вашего ребенка они не имеют права отказать и вас отправить, искать эти сведения самостоятельно. Поэтому будьте настойчивы, двигайтесь к цели. Это цель здоровья ваших людей и их безопасности в цифровой образовательной среде. Я хотела бы, конечно, еще продолжить, но надеюсь, что это счастлив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!